Итак, сегодня вступил в полную силу резонансный закон, который запрещает госслужащим иметь счета в зарубежных банках. Иностранные активы или работа? Выбрать нужно было что-то одно. У чиновников и депутатов было три месяца, чтобы определиться. Антон Лядов о тех, кто выбор сделал. Три месяца такой срок был у госслужащих на то, чтобы привести свои финансовые дела в порядок и вернуть свои зарубежные активы в Россию. Кто не успел, теперь будет расплачиваться должностями. Впрочем, пока закон касается не всех чиновников, а лишь тех госслужащих, чьи решения влияют на безопасность страны. Теперь хранить деньги за границей не смогут члены правительства, судьи, депутаты и сенаторы, военнослужащие, следователи и прокуроры, сотрудники МВД, таможенных и налоговых органов, аудиторы счетной палаты, руководители государственных корпораций и фондов, главы городских округов и муниципальных районов. Под запрет подпадают и супруги, и несовершеннолетние дети чиновников. Счета за рубежом также должны будут закрывать претенденты на выборные посты. В противном случае их не зарегистрируют в качестве кандидатов. Иметь иностранную недвижимость закон позволяет, но чиновники должны будут объяснять, на какие деньги было куплено жилье. Идея в том, чтобы бороться с коррупцией. Идея в том, чтобы контролировать, реально контролировать накопление чиновников. После вступления закона в силу от своей должности уже отказался замглавы Минкомсвязи Денис Свердлов. Из Совета Федерации ушел один из богатейших сенаторов Андрей Гурьев, представлявший в Верхней Палате Мурманскую область. Его примеру уже сегодня последовал Дмитрий Ананьев, сенатор от Ямала-Ненецкого округа. А в начале июля с поста председателя Думы Чукотского округа ушел миллиардер Роман Абрамович. В Госдуме о наличии недвижимости и ценных бумаг за рубежом ранее заявляли 39 депутатов. Но сколько из них покинет Нижнюю Палату парламента, станет известно уже сегодня. Люди, которые ориентированы на свое обеспечение благосостояния на Западе, чиновники, они представляют большую угрозу государству, чем прямые явные угрозы. И причем угрозу еще и президентской власти. Предполагается, что список тех, кто подпадает под закон, будет расширяться вплоть до муниципального уровня. По словам экспертов, самое сложное в законе — это отследить нарушителей. В России насчитывается почти 2 миллиона только гражданских госслужащих. И сколько они могут иметь зарубежных счетов, подсчитать будет сложно. К тому же, по словам специалистов, запрет можно обойти, переведя средства на номинальных держателей. В такой ситуации эффективность закона будет зависеть от того, смогут ли власти добиться от зарубежных банков раскрытия информации о российских владельцах счетов. Как это сделали США или Германия в отношении некоторых иностранных финансовых организаций? Антон Лядов, Вести.